Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Анна Клыга. Сегодня в эфире. Тепло в домах у сурийцев. Когда батареи станут горячими, рассказали специалисты. Профессиональный праздник. Педагогов 22-й школы поздравил председатель Думы округа. Народный учитель Иван Лаоши больше 10 лет преподает китайский язык. Памятная дата. О предметах времен Второй мировой войны и экипировки советских солдат расскажем в рубрике. Студент года. Ученица ДВТК стала лучшей в регионе по итогам национальной премии. От края до края. Выпуски об истории мемориального комплекса, который посвящен молодому комсомольцу Виталию Банивуру. Тепло в домах у сурийцев станет к концу следующей недели. Специалисты планируют запустить отопление 15 октября. Но по некоторым адресам батареи станут горячими раньше. Где и почему, смотрите далее. С 15 октября начинаем запускать котельные и подавать отопление, тепло на все жилые дома. За исключением детские сады, школы и больницы. Эти учреждения будут получать тепло с 1 октября по заявке. Все, можно так сказать, объекты будут получать тепло с 15. Если температура наружного воздуха не будет составлять ниже 8 градусов в течение 5 суток, тогда мы обязаны будем начать тепло раньше установленного срока. Котельные у нас готовы на 100% к подаче теплоносителя. Теплосети на 95%. Тоже практически выполнили работы по замене теплосетей, капитальному ремонту теплосетей. Происходит у нас засыпка уже, финишные работы, благоустройство. То есть теплосети тоже, можно сказать, готовы как начало топительного сезона. Топливо у нас закуплено. Пятая котельная у нас готова. Все остальные котельные, мелкие котельные, также у нас завозятся. То есть до 15 числа у нас будет полностью котельная обеспечена топливом. На газ у нас на данный момент переведено 7 котельных. В этом году переводим еще одну котельную пятую. То есть сейчас она готова к принятию газа. Планируем на следующей неделе уже начать запуск пробной топки и пусконаладочной работы по газовым котлам. В этом году котельная пятая должна заработать на газе. Сегодня в нашей стране празднуют День учителя. В родную школу номер 22 с поздравлениями отправился председатель Думы округа. Оказалось, что в этих стенах все еще работают педагоги, которые учили политика английскому языку. Подробнее об этом смотрите далее. К доске пойдет Александр Николаевич. В День учителя в гости к Ларисе Краевой зашел бывший ученик, а теперь председатель Думы Уссурийска. Поздравил своего педагога с праздником и с теплотой вспомнил школьные годы. И таких благодарных воспитанников у Ларисы Алексеевны не с честь. Женщина уже полвека преподает английский в школе номер 22. И заочем работала. Но мне как-то больше нравится с детишками. Я поэтому заочи ушла и стала работать опять классным руководителем и детьми. Даже тут есть классы, которые по дисциплине сложные. Но приходишь, кто сказал, что вы плохие? Да вы самые лучшие. Они знают, что они самые лучшие. Они у меня сидят, занимаются все как по маслу. Ларисе Краевой благодарность от местной Думы за многолетний труд и неизменный профессионализм. Отметили в честь праздника и других педагогов школы номер 22. Мне этот праздник особо дорог, потому что, во-первых, я вырос в семье учителя. Мама всю жизнь проработала учителем, всю жизнь проработала в одной школе. Поэтому мне вдвойне приятен этот праздник. И в пользу случаям, естественно, хочется подравить всех учителей, преподавателей. С Днём учителя! Нынешние ученики тоже не промах. Подготовили для педагогов концертную программу. Дети из начальной школы рассказали стихи, а старшеклассники разыграли целое представление, где припомнили любимым педагогам все их фразочки, манеру преподавания и разные случаи, которые происходят ежедневно. Никто из преподавателей не расстроился. Наоборот, хохотали от души. К творческим поздравлениям присоединяются Анна Клыга и Николай Ларченко. Телемикс. Поздравляем! Поздравляем! С образом педагога связывают не только получение знаний, но и воспитание. Преподавателя часто называют второй мамой, хотя в профессии есть и вторые папы. Иван Лауши, народный учитель уссурийска, больше 10 лет объясняет детям сложный предмет – китайский язык. Подробнее о своем наставнике рассказали сами ученики. Интерактивные панели, доски, а рядом старинные словари и пергаменты. Урок китайского языка у Ивана Лауши проходит нестандартно. Свой уникальный подход учитель искал с десяток лет. Одновременно исследовал историю поколений и вопросы воспитания детей. Педагогу удалось расположить к себе и сложному китайскому языку – неусидчивых, любознательных, скромных и болтливых ребятишек. Иван Федорович работает не только с детьми. У него еще идет активная работа с его родителями, со всеми родителями. Например, на моей памяти вот несколько лекций, аудиолекций, которые он предлагает совершенно прослушать в любое время, как удобно. Это очень удобно для родителей. Учитель должен заботиться не только о получении знаний, но и о здоровье детей на уроке. В этом году школа приобрела климатический комплекс, в котором есть нанотехнологии от японских ученых в борьбе с вирусами. Поэтому дети практически без пропусков изучают китайский язык. Мне нравится его интерес. Иван Лауши очень нравится китайский язык, и он любит тоже своих учеников. Иван Лауши вообще не злой, и очень добрый учитель. Свои знания и наблюдения учитель объединил в лекции, которыми делится на педагогических форумах и семинарах даже предпринимателей. Все его теоретические работы о взаимоотношениях родителей и детей. Когда в вашей жизни происходят конфликты с вашими детьми, сделайте незначительную паузу. Не выпускайте свою энергию. Просто помолчите. И потом уже в дальнейшем начинайте решать конфликт. Приходите к причинно-следственным связям. Например, если это ты разбил окно, то ты сегодня будешь дома наказан. Ты не пойдешь гулять, и в то время, пока твои друзья гуляют на улице и играют в футбол. Но секрет учителя прост. Сам Иван Лауши об этом не задумывался, но недавно узнал об интересных наблюдениях родителей учеников. Взрослые рассказали о впечатлениях детей. Дочь сказала, что ей понравился урок лишь только потому, что вы весь урок улыбались. И я понял, что насколько сейчас важно это передавать детям, это чувство любви, это чувство настроения. Когда в школах не все, к сожалению, учителя уделяют этому особое внимание. Пусть день учителя только раз в год, но знания, которые дети ежедневно получают от педагога, остаются на всю жизнь. Результат обучения ученики постоянно показывают на региональных и всероссийских олимпиадах. А в конце года успешно сдают международный экзамен на знания китайского языка. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Памятная дата. О предметах времен Второй мировой войны и экипировки советских солдат расскажем в рубрике. Студент года. Ученица ДВТК стала лучшей в регионе по итогам национальной премии. От края до края. Выпуски об истории мемориального комплекса, который посвящен молодому комсомольцу Виталию Баневуру. Компания «Высота» ведет продажу квартир в строящихся домах. Жилой комплекс «Классы Комфорт Плюс». Александровские высоты. Сдача второго дома в 2022 году. Ищите квартиру, продуманную до мелочей. Квартиры студии в жилом комплексе «Смарт» на Блюхера 87. Хочется чего-то знакомого? Жилой комплекс «Знакомый на Междуречье». Всего от 90 тысяч рублей за квадратный метр. Все квартиры подходят под дальневосточную ипотеку. Обращаться. Улица Выгодная, 12, офис 1. Телефон 33-75-75. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Ученица Дальневосточного технического колледжа стала лучшей в регионе по итогам национальной премии «Студент года 2022». Алина Залесова на последнем курсе. В будущем юрист. К тому же необычайно творческая личность. Именно в такой номинации она и защищала честь своего учебного заведения. Знакомьтесь, Алина Залесова. Студентка Дальневосточного технического колледжа. Гордость заведения, опора и надежда преподавательского состава. Пишет стихи. Умеет красиво рисовать. В учебе демонстрирует отличные знания. С недавних пор еще и обладательница звания «Студент года 2022» российской национальной премии. Как правило, в студенческой среде всегда отличаются ребята, которые наиболее активные. И Алина изъявила сама личное желание участвовать в этом конкурсе. Тем более у нее были, скажем так, достижения уже в сфере творчества кое-какие, поскольку она пишет стихи самостоятельно. И было что представить. Девушка заявила о себе в творческой номинации. На первом этапе – самопрезентация. Из 150 участников региона Алина вошла в список 50 достойных кандидатов и перешла на второй уровень. В крайне сжатые сроки разработала проект «Голос творчества». Такой студийный бизнес-план. Как создать сайт для любителей небезразличных к музыке, стихам, декоративно-прикладному творчеству. Причем с очень точными расчетами, что, где и как. Специализация юрист ко многому обязывает. Наш колледж может помочь в этом. У нас есть информационный отдел кадров, который может помочь с запуткой данной идеи. Поэтому, да, в скорейшем времени маленькими, но уверенными шажочками мы можем это реализовать. Проект принес Алине победу в региональном этапе премии «Студент года». Реализует в СУЗе параллельно и другие идеи. Например, с этого года ДВТК стал участником федеральной программы. У студентов появились дополнительные инструменты для образовательного процесса. Одна из перспектив – участие во всероссийском проекте «Россия – страна возможностей». Наша героиня явно не упустит такой шанс. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Эфир продолжит рубрика «Памятная дата». Сегодня Андрей Бурдонов, главный хранитель фондов Уссурийского музея, расскажет про необычные предметы времен Второй мировой войны, а также экипировку советских солдат. Давайте посмотрим. Я рад приветствовать вас. Меня зовут Бурдонов Тавитович, я главный хранитель фондов Уссурийского городского музея. Сегодня я хотел бы вас познакомить с предметами, связанными с событиями Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Вашему вниманию представлены учебные артиллерийские гильзы, мины. То есть это все предметы охолощенные, они хранятся в нашем музее. Они относятся к разным орудиям. То есть это орудие 76,2 мм, это орудие 57 мм, а 57-мм мины для минометов. Также есть представлен очень интересный предмет. Вот эта вот фляга. Эта фляга японская, но прозвена она была в Корее. И, скорее всего, попала она к нам уже в Советский Союз после проведения Квантунской операции уже в августе, в сентябре 1945 года. Также интересными предметами являются советские и немецкие каски. Мы, конечно же, во многих фильмах, в многих передачах видели эти предметы, но у нас в музее вы эти предметы можете увидеть вживую. То есть каску советского образца 1940-60-х годов и немецкую каску образца 1935-1942 года. Нам ее передали поисковики. Она была снята с головы убитого немецкого солдата. И, собственно, вот эта вот трещина, которая находится на этой каске, это место, куда прилетел осколок. Собственно, от этого ранения немецкий солдат погиб. Внизу представлена также интересная вещь. Это печатная машинка, которая была произведена компанией «Мерседес». В 30-е годы данная компания также занималась производством печатных машинок, при том, что интересно, эти машинки были с нашей русской раскладкой, они поставлялись непосредственно на территорию Советского Союза. Рядом с этой витриной находится витрина, где стоит манекен. Он одет в форму снайпера времен Великой Отечественной войны, зимнюю форму. Дело в том, что, опять же, в фильмах мы привыкли, что снайперы или разведчики, если идут зимой в разведку, у них демаскировочные халаты, правила белоснежные. На самом деле нет. Почему? Потому что, работая на передовой, работая в жилой застройке, абсолютно белый костюм был бы очень сильно заметен. Поэтому очень часто данные костюмы пачкались для того, чтобы их было меньше видно. Данные костюмы никогда не стирались, и, по сути дела, они были одноразовые. В годы Великой Отечественной войны снайперы были вооружены стандартной винтовкой Мосина, снайперской. В отличие от простой винтовки Мосина, у нее был снайперский прицел, и ручка затвора была изогнута для лучшего заряжания. В остальном эта винтовка была точно такая же. В годы войны специальные винтовки не производили снайперские, и их просто выбирали в результате калибровки от стрела непосредственно на заводе. То есть данная винтовка была произведена в годы Великой Отечественной войны. Сейчас она холощеная, то есть полностью безопасна. И, собственно, дает представление о массе, размерах и вообще, то есть чем воевали наши солдаты в годы Великой Отечественной войны. Пообщаться с Сергеем Лукьяненко смогут уссурийцы. Известный писатель-фантаст приедет в наш город завтра и проведет творческую беседу со всеми желающими. Место встречи – городская библиотека. Визит писателя к нам не случайен. В эти выходные во Владивостоке пройдет фестиваль «Литература Тихоокеанской России». Уже традиционный для нашего региона. Сергей Лукьяненко – постоянный гость площадки. А в этот раз заедет и к нам в город. Увидеть одну из ключевых фигур отечественной фантастики, возможно, взять автограф, уссурийцы смогут 6 октября в 14.00 на Чечерина, 85. Далее в программе рубрика «От края до края». В этом выпуске узнаем историю мемориального комплекса в память о молодом комсомольце Виталии Баневуре. Этот человек стал легендой гражданской войны 20 века благодаря самоотверженности и мужеству. В селе Кондратеновке Приморского края расположен памятник Виталию Баневуру, герою-комсомольцу, который погиб от рук белогвардейцев. Современный вариант мемориального комплекса возвели 1 мая 1971 года. В последующие годы на этом месте школьники уссурийска давали пионерскую клятву, а военнослужащие принимали присягу. Виталий Баневур родился в Варшаве в 1902 году. Когда юноше было 15, семья переехала в Россию и поселилась во Владивостоке. Здесь Виталий окончил гимназию и вступил в Молодежный союз социалистов. Позднее присоединился к партизанам, где был связным и боролся против белогвардейцев. 17 сентября 1922 года Баневур попал в плен в результате налета бандитов на деревню Кондратенково. Спустя время молодого человека нашли мертвым в нескольких верстах от деревни. Существуют разные версии подвига Виталия Баневура. Наиболее известную изложил советский писатель Дмитрий Нагишкин в своем произведении «Сердце Баневура». Белитрис долгое время изучал архивные материалы, которые пересказал в виде красивой легенды о героически погибшем капсомольце. В августе 1950-го на кладбище в селе Кондратеновка в память о подвиге на средство учащихся была установлена металлическая звезда. Через 21 год мемориальный комплекс реконструировали. На высоком постаменте из светло-серого гранита установили бронзовый бюст героя-комсомольца. В нижней части в виде ступеней уложили три плиты с высеченными надписями «Герой-комсомолец», «Патриот Родины», «Борец революции». Его именем названо село Боневурово, которое находится под городом Уссурийском, одноименная железнодорожная станция и некоторые улицы нашей страны. Также памятники комсомольца установлены во Владивостоке, в Советской Гавани и в поселке Леваде. А в 2015 году группа «Артека Электроника» посвятила легенде гражданской войны инструментальную композицию «Последняя песнь Боневура». На сегодня все. Наши сюжеты ищите на сайте телемикс.тв и в социальных сетях. В студии работала Анна Клыга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok